добрый день дорогие друзья вы на канале питомника марии мистик сегодня 7 марта 2024 года спешу поздравить всех девушек девочек женщин с наступающим праздником 8 марта благодарю всех друзей и подписчиков моего канала кто уже успел поздравить меня с наступающим праздником а я продолжаю серию видео о том как все начиналось с чего начинался наш питомник сегодняшнее видео продолжение этой темы почему у нас первые несколько лет ничего не получалось несмотря на то что с 1986 года получив кинологическое образование придоса афро в санкт-петербурге все было хорошо у меня с сардель-терьерами в дальнейшем потом состав аширскими терьерами но вот с чихуама просто первые 7 лет без конца у нас были только проблемы только проблемы то гибли роженицы то гибли щенки одним словом ничего у нас не получалось до появления бориса разумеется мы хотели все это уточнить выяснить обращались к ветеринарным врачам сдавали щенков на вскрытие сдавали разнообразные анализы нашим собакам об этом вчерашнее видео тема венерические заболевания передающиеся от собак людям и дорогие друзья повторяю я эти видео делают для адекватных людей даже вчера под видео когда я привожу видео статьи документы факты что это все не из моей головы я беру всю эту информацию мне умудряются писать комментарии о том что все это неправда вот наш ветеринарный врач сказал о том что от собаки человеку может передаться только могут передаться только глисты и бешенство мне очень грустно что есть такие ветеринарные врачи которые не в курсе о том что лишая от собак и кошек тоже передается людям как и многие другие заболевания но давайте сегодня значит первая причина почему проблемы в родах у чихуа бывают не родиться щенку порода чихуа имеет большую яблокообразную форму головы круглая голова большая родовые проходы у мамы могут быть меньше чем размер головы щенка вот получается уже либо кесарева либо щенок погибает вторая проблема о которой нам рассказывали ветеринарные врачи это как раз таки те самые венерические заболевания передающиеся половым путем и не только они могут передаваться из по воздуху и через слизистые и выделение из носа из глаз и слюна об этом я рассказывал во вчерашнем видео кого интересует посмотрите пожалуйста значит третья причина это опять таки инбридинг что такое инбридинг это близко родственное скрещивание на сегодняшний день по правилам ркф запрещены вязки только лишь родных брата и сестры из одного помета все остальные вязки разрешены так называемые сипсы полусипсы полу братья полусестры например мама у мальчика и у девочки одна и та же а вот папа у мальчика и у девочки разные такие вязки тоже разрешены но так как повторяю свое кинологическое образование я получала в 1986 году и до сих пор придерживаюсь правил разведения можно сказать тех самых с тех самых дальних пор безобидный инбридинг является три на четыре это когда прапрабабка прапрадетка но тем не менее ни одна порода не выводится без инбридинга и не было бы никакой породы если путем инбридинга кинологи заводчики не закрепляли по что-то хорошее те нужные им мутации так называемые для выведения и достижения определенного фенотипа скажем так внешнего вида данной какой-либо породы но ребята когда-то давно все начиналось опять-таки с одной-двух собак даже люди у меня есть очень интересное видео закрепленное в сообществе в ютубе на канале нашего питомника маримистик про инбридинги у людей доктор наук научно все обосновывает и доказывает что все мы с вами люди также друг другу на планете имеется ввиду вообще являемся родственниками потому как начиналось все с небольших групп людей которые жили в своем замкнутом скажем так пространстве там по 30 человек какое-то там поселение было первобытных людей и из года в год они друг с другом имели как говорится общих детей ни к чему плохому ни к какому вырождению это все не приводило несмотря на то что это были можно сказать инцесты и близкородственные связи потому что инбридинг плохо только лишь тогда когда есть какой-то но что-то плохое какие-то заболевания тогда они могут закрепляться и передаваться по наследству потомкам мы же когда используем инбридинг при разведении каких-либо животных в первую очередь конечно хотим закрепить достоинства предков передающиеся по наследству их потомков потомкам и поэтому очень важно отслеживать здоровье в первую очередь генетическое на только красоту что вот у нас зубки 6 на 6 вот у нас ушки стоят и мы значит все готовы идти к соседу повязаться с его собачкой свою собачку получить щенков и продать их людям нет в первую очередь опять-таки идет основа здоровья экстерьер да напрямую связано со здоровьем я уже говорила горбатая хромая как бы так скажем же на здоровый быть не может разумеется проверка психики о чем сейчас вот вспомнили и в ркф все теперь обязательно должны быть тесты на психику на проверку психики у породы чихуа несмотря на то что казалось бы это маленькая декоративная собачка но тем не менее она не должна быть кусачей трусливой злобный истеричной так вот поближе к собакам я рассказывала что можно сказать начинает 13 лет назад вот будет 24 марта 2024 года 13 лет будет нашему питомнику начиналось все гораздо раньше но все первые успехи пошли с появлением с началом с появлением у нас бориса про бориса я уже много рассказывала давайте расскажу о его предках сейчас этой информации уже нет в таком свободном доступе как это было буквально несколько лет назад был такой замечательный сайт назывался ингрус куда работой кинологов скажем всего мира была собрана великолепная очень ценная информация не просто родословные собак разных пород но и фото и история тех предков которые уже не написаны в родословной вашей собаки потому что всего лишь четыре колена написано ну так вот порода чихуа начиналась вот с этого парня я перевела для вас статью она написана на английском это предок нашего бориса далекий 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 и предок возможно ваших собак живущих с вами в доме если вы купили их в нашем питомнике но или в некоторых других он можно сказать на нем основана вся порода чихуа это билиброк билибантер билиброк билибантер это перевод с английского ни один другой чихуа за всю историю порода в этой стране не производил столько чемпионов породы ребят статья очень длинная у меня в общем-то видео не хочу делать слишком длинным все это в открытом доступе в контакте на страничке моего питомника это кобель топ производитель от него рождена огромная масса чемпионов в дальнейшем участвующих в разведении и ну скажем так имеющихся в родословной многих собак чемпионов и эта статистика была приведена на 1979 год племенная собака года заводчики били и сильвия стивенсон английские собаки родословная бориса да в основном импортная сейчас я вам покажу некоторых из предков бориса те которых уже навряд ли где-то увидите я собирала это долго и трепетно это папа бориса джентли кис икс файл владисторец отец наш владисторис отец нашего бориса дед бориса по маме шахар пилин милка сын шахар пилих арпилин диджея любомира питомник шахар пилин в санкт-петербург владелец линина андросенко один из первых питомников серьезно занимающихся в россии разведением собак породы чихуа от импортных производителей один из лучших питомников россия не побоюсь этого слова и вот чемпион как раз таки сын вот инбридинг 3 на 3 опока билибрук билибантер предок бориса и вот это значит чемпион полученный путем инбридинга 3 на 3 я собирала эти сведения для себя вместе мидоу бард симпсон чемпион мира предок по матери бориса дексе молодец чемпион интер чемпион финляндии латвия белоруссия 99 год предки финляндии пахкинан так про прадед динки доли дэмиса вот тут и родословные видите есть под некоторыми фото прапрадед динки доли дэмис видите как изменились чихуа за последние несколько десятилетий пахкин дивин саша у меня тут все подписано в этом альбом чеки и повторяю без инбридингов не будет ни одной породы поэтому очень важен генетический отбор это все интер чемпионы причем основная масса это италия англия финляндия швеция пожалуйста интер чемпион интер чемпион гран чемпион шахар пеллин кандагар это разведение питомника шахар пеллин лена андроссенко вот это предки нашего бориса чемпион мира чемпионка мира швеция двухкратная чемпионка мира это все предки нашего бориса многие из которых как вы видите это итальянский питомник вместе мидо представлены не только фото но и родословные вот раньше база ингрус была хороша тем что можно было посмотреть не только родословную предков наших собак до скажем девятого колена девятого ребят они четвертого как родословный который мы получаем на руки но и фото так как вот чемпион да не италии россии гранд чемпион интер чемпион чемпион мира интер чемпион англия питомника англии это предки нашего бориса и если можно назвать родоначальником нашего питомника интер чемпион 2 килограмма 18 сантиметров видите как здорово когда вот такая информация есть как она важна для заводчиков ребята у меня уже 14 минут камера начнет резать видео я снимаю видео онлайн не пишу себе тут текста видео вот инбридинг 3 на 4 видите ребят эти собаки получены давным давно далеко до меня интер чемпионы прапрадеды по отцу инбридинг 3 на 4 это не стесняются люди указывают и это важно поэтому вязки между собой двух красивеньких собачек мою и соседскую это не гарантия здоровья потомство вы может быть получите даже очень красивых деток но ребят в первую очередь важно здоровья похож на борьку если вам интересно данная тема видео давайте ее продолжим в следующем видео 15 минут у меня сейчас камера начнет резать видео у меня нет программы по сшиванию все мои видео снимаются онлайн оставайтесь с нами всем пока пока до новых встреч